Общественные активисты БЛМ и Антифа Миннеаполиса отреагировали гневом на то, что город начал процесс открытия перекрестка с мемориалом Флойда. Четырехквартальный большой район Южного Миннеаполиса превратился в нечто вроде автономной зоны для преступников с неограниченными возможностями. Даже полиция держалась подальше и беззаконие просто воцарилось в этом районе. Перестрелки и ограбления стали нормой, белым людям стало опасно туда даже зайти на время. Знаки вокруг площади, огороженные бетонными переградами, называют эту территорию свободным государством Джорджа Флойда. Городские службы приступили к переносу всего этого безобразия и начали разрушать баррикады, которые не позволяли проезжать большинству транспортных средств. Некоторые активисты выступают против открытия перекрестка на Чикаго-авеню и 38-й улице и были замечены пытающимися помешать и угрожать работникам городских служб, которые передвигали бетонные ограждения и перетаскивали столы и другие импровизированные заграждения на улицу. Но угрожать это сейчас модная фишка, но особенно заручившись поддержкой администрации Байдена. Главным защитником этого кошмара стало Миннесотское отделение Совета по арабским и исламским отношениям, C.A.I.R. Спасение угнетенных – дело рук самих угнетенных, но с еще большим баблом и желанием развалить США. Глава Миннесотского отделения Совета по арабским и исламским отношениям Джелайни Хусейн сделал такое заявление. Это не движение, которое они пытаются провести по этой дороге, а это факт, что они хотят игнорировать наследие, создавшую эту страну. От геноцида коренных американцев до сегодняшнего массового заключения чернокожих людей по всей стране и непрерывное жесткое обращение с чернокожими, так же как убийство Джорджа Флойда и многочисленные инциденты, которые происходят. Они не пытаются проехать на этих дорогах на машинах, они пытаются стереть историю, но мы не позволим им удалить эту историю. Историю, дорогой мой, стирают леваки во власти, а вы переворачиваете наши ценности. Преступники-рецидивисты и конченые наркоманы не должны быть национальными героями США, и мусорки в их память строить на проезжей части тоже не прокатят. Мэр Джейкоб Фрей ранее заявлял, что город снова откроет перекресток для транспортных средств после суда над Дериком Тшованом. Однако весь остальной район уже не подчиняется местной власти, и «активисты» в кавычках, а попросту, наверное, правильнее было бы назвать захватчики или террористы, пообещали не сдавать близлежащие улицы до тех пор, пока не будет выполнен ряд требований, включая возобновление расследования других местных чернокожих мужчин, убитых полицией. Итак, позвольте мне прояснить, что перекресток 38-й и Чикаго-Авеню не вернется в то состояние, которое было до 25 мая 2020 года. Этот перекресток навсегда изменится, и мы должны провести эту трансформацию. Нам нужно инвестировать напрямую в наведение порядка, восстановление бизнесов, принадлежащего в том числе и черным, собственности, принадлежащей черным в этом коридоре, улучшение фасадов, творчества непосредственно от нашего черного сообщества, искусства и, конечно же, самого мемориала. Мы будем инвестировать, чтобы осуществить ту необходимую трансформацию, которая назрела за сотни лет. Бизнесмены напуганы. У всех, кому принадлежит бизнес в этом районе, терпят огромные убытки. И когда эта история закончится, никто не знает. А убытки им, конечно же, не будут компенсировать. Бизнесмены просто в заложниках. Транспорт в огромный район вообще не попадает. Полиция не приезжает. Разгул и свобода преступникам. Реакции Байдена на происходящее не последовало до сих пор. Субтитры создавал DimaTorzok